Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытие», обратимся сейчас к 34 главе. В 34 главу попал рассказ, вполне очевидным образом отделенный от предыдущего и от следующего. Это такая действительно глава, вполне компактная, не связанная напрямую с предыдущими фрагментами, что при разбиении на главы получалось далеко не всегда. Вот здесь такой рассказ, в общем, сюжет достаточно сложный, драматичный, и в то же время это глава, в которой, вообще говоря, ни разу, ни в одном месте не упомянут Господь Бог наш. Это рассказ о племени сынов Иакова, о его сыновьях и дочерях, о тех событиях, которые вот в какой-то момент во время жизни Иакова здесь происходят. Вот рассказчик в данном случае говорит о том, что некий человек по имени Сихем, сын одного из жителей земли, той князя земли, той, то есть человек достаточно знатный, владетельный, один из лидеров жителей этой земли, в общем, занимающий некое заметное положение. Вот он каким-то образом встретил Дину, дочь Иакова, и, как говорится, здесь спал с ней и сделал ей насилие. Ну, тоже автор, по-видимому, совершенно не интересуется никакими подробностями. Важно, что вот это некое насилие. С одной стороны, с другой стороны, дальше он же говорит о том, что этот самый Сихем полюбил девицу, говорил по сердцу девицы, ну, то есть, ну, что-то там такое происходит, какой-то ламур, тужур, банджур, который не описывается в подробностях. Хорошо, ладно, дальше что? А дальше вот что? Этот самый Сихем, который вроде как нехороший человек и вроде бы насильно овладел этой самой Диной, но теперь хочет на ней жениться. И, соответственно, просит своего отца, князя земли той, чтобы он пошел сватать девицу за своего сына Сихема. И дальше рассказчик сообщает нам о том, что Амыаков откладывает какое-то вообще даже не только решение, но и обсуждение этого дела, потому что его сыновья в это время где-то находятся в поле со скотом, но поэтому вот он молчал, пока они и не пришли. Пришли, наконец, сыновья и воспылали гневом, говорится, потому что бесчестие сделал он Израилю. Сихем имеется в виду. Ну, во-первых, надо обратить здесь внимание на это имя Израиль, которое применяется по отношению к Акову и всем его потомкам. Таким образом, уже это клан, который имеет определенное наименование. Для дальнейшего это будет иметь некоторое значение, так поэтому полезно помнить. Ну, и вот дальше еще, видите, следует задуматься читателю о такой вещи, как бесчестие, которую, значит, вот этот Сихем сделал Иакову и Израилю. С чего вдруг? Почему? Обратите внимание, что рассказчик совершенно не имеет в виду, что преступление Сихема было заключено в насилии. Не в том дело, что он силой приступил к Дине и что-то там вот сделал против воли, против свободы этой девушки, которая потом все равно приняла как-то его ухаживание, и он говорил по ее сердцу. То есть бесчестие, о котором здесь говорится, это не бесчестие Сихема, который поступил подло, применив силу и нарушив насилием свободу человека. То, что мы сейчас видим в этой ситуации, возмутительным. то, что мы готовы видеть в этом действии преступного, потому что преступно, конечно, для современного читателя именно это. Именно то, что он применяет силу и нарушает свободную волю девушки. А для автора и, в общем, для персонажей скорее бесчестие состоит в том, что их не спросили, в том, что вот вся эта история с каким-то там романом, встреч при Луне, насилие, не насилие, согласие, несогласие этой девушки, это все мимо них прошло. Вот же в чем. Что они считают бесчестием. Хотя по большому счету, а почему нет? Почему они должны принимать в этом какое бы то ни было участие? И это первый важный очень пункт, который несколько удивляет читателя и свидетельствует нам о том, что наши представления о добре и зле отличаются от таковых архаичной эпохи. Насилие для нас грех само по себе, насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах, никогда не позволено никому, ни в отношении никого. А в общем, ну, мнение родственников, особенно, не самых близких, ну, там, не отца матери, ну, вроде как, если не спросили, ну, так все так делают. Никто не затевает романтическую историю, сначала спросившись у членов семьи, партнера. По-другому это происходит. Это важный момент. И тоже для понимания действующих лиц важно, что не насилие для них без чести, а то, что это происходит мимо них, без их воли, без их участия. И вот дальше, значит, приходит отец Сихема, Емор, говорит, сын мой прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему. Ну, прилепился, замечательно, мы за них страшно рады. В чем дело, почему нет? Оставив в стороне то насилие, которое, в конце концов, там будет все всегда между Сихемом и его женой как-то существовать. Почему бы, в чем дело? Опять современный читатель склонен подумать, ну, вообще, почему? Давайте отдадим, сердце его прилепилось, отдадим в жену. И дальше, смотрите, вот тоже очень важное свидетельство о том, как в архаическую эпоху сосуществуют разные микроплемена, кланы в Ханаане и вообще на всем Ближнем Востоке. Емор, отец Сихема, говорит Иакову и сыновьям, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших и живите с нами, земля сия пространна перед вами. Вот есть прекрасная возможность жить на пространной земле и образовать с этим кланом Емора-Евиянина некоторую вот такую вот бинарную структуру. В архаических обществах и в обществах примитивных, даже до сельскохозяйственных, ранних сельскохозяйственных, такие парные кланы А и Б очень распространены, когда брачные связи обязательно между кланом А и кланом Б, то есть ты не можешь взять себе невесту из своего клана, надо обязательно из второго клана, а там наоборот, из второго клана, из твоего нужно взять невесту и никак по-другому быть не может. Это такое раннее очень социальное средство, которое призвано предотвращать близкородственные скрещивания. Вот разделение двух, разделение племени на две пары, ну или объединение двух племен в такую вот неразрывную пару, плюс земля-то, нечто такое, знаете, напоминающее, я бы сказал, брак между этими самыми племенами. Но если вы вспомните, в предыдущих главах мы раз за разом видели, как есть возможность добиться чего-то хорошего, или кажется, что она есть, по-человечески, поступив мудро, правильно, или не мудро и неправильно, но вот как-то по-человечески поступив. Вот такая шикарная возможность. Они, в общем, на птичьих правах в этих землях, Иаков и его клан, и его потомки. И не очень понятно, не выгонят ли их завтра или послезавтра с какого-нибудь очередного места. У них есть возможность породниться с этим самым кланом, организовать такое единство. И в трудную минуту жизни обычно такие племена выступают совместно, образуют общую армию, ну и вообще, так сказать, масштабирование социума. Здесь происходит достаточно интенсивно. Нет, не получается. Как обычно, буквально в бытии, начиная с Авраама, попытка или даже хотя бы предложение, идея построить, строить, сделать, добиться чего-то по-человечески, своими человеческими средствами и путями, ни к чему не приводит. Только когда Бог сам делает, когда Он делает по-своему. И вот это, в общем, пример того, как может Иаков с сыновьями получить эту землю в наследие, войти в крепкую и достаточно важную, нужную для них структуру, ну вот неким человеческим путем. Ну, достаточно закрыть глаза на насилие и на то, что сделали этот брак, затеялся, не спросив Иакова и его сыновей. Сихем обещает, говорит, я дам, что не скажете мне. Вот прям проси хоть полцарства. Все, что хочешь, дам вам за вашу сестру. Это, на самом деле, только одна сторона сюжета. Вторая сторона сюжета про то, что, как пишет автор, сыновья Иакова отвечали Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. С лукавством. Потому что они говорят, ну вот у нас там религиозные требования, мы не можем вам ее отдать, потому что там вы не обрезанные. А это для нас очень важный религиозный обряд. И требует, чтобы Сихем и все племя его обрезались. И тогда мы согласимся. Ну, хорошо, стало быть, Емор и Сихем немедленно исполняют это. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. Они говорят это всем жителям города сего. Они это Сихем и его отец Емор. Говорят всем жителям города своего. Там оказывается целый город вообще-то. И говорят, что да, вот эти вот люди, они согласны образовать с нами такое двойное племя. Мы будем брать их дочерей в себе в жены, а наших дочерей выдавать за них. И все очень радуются такой перспективе, потому что, еще раз скажем это слово, это масштабирование общества. Возможность для него, для этого социума стать значительно сильнее и жить в относительной безопасности среди своих соседей. И вот все соглашаются, обрезан был весь мужеский пол в этом городе. И тут выясняется, что этим сыновьям Иакова на самом деле совершенно было все равно. Обрезаны они, не обрезаны. Они обманули людей. И в то время, когда только что обрезавшись, весь мужеский пол лежал больными. Вот братья Дины, сыновья Иакова, причем не все, а Симеон и Левий, напали на этот город и умертвили весь мужеский пол. И самого Евмора и Исихема и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Ну, во-первых, опять-таки это свидетельство, зафиксированное свидетельство очень архаического феномена, клановой морали. Когда все отвечают друг за друга в одном клане, в родственниках. Так примерно здесь мы видим, как все жители города, которые были членами клана того же самого, что Еммор и Сихем, отвечают за проступок, за преступления Сихема. Сихема отвечают, потому что они тоже подвергаются каре. Более того, в социумах, где имеет место кровная месть, там за преступления одного члена клана можно покарать его, а если не получается, то какого-нибудь другого, любого члена клана. Вот там действительно эта ответственность раскладывается на весь клан, это помогает поддерживать взаимоотношения внутри клана. Такая действительно архаическая социология. Все это довольно неплохо известно на примере примитивных племен, каких-нибудь охотников-собирателей нашего времени. Все хорошо известно также по тем археологическим памятникам, какие у нас есть. Ну и вот в данном месте Библия тоже предлагает нам увидеть такую же неплохо известную и во внебиблейском контексте социальную картину. Спрашивается, и что ради этого рассказывается? Ну, понятно, что нет. Нет, подтвердить, что социальные какие-то взаимоотношения были в те времена именно вот такими, не так важно в конце концов. А важно здесь вот что. Во-первых, посмотрите, в книге «Исхода» читатель встретит, это еще место впереди, далеко за этой главой. Так вот, в книге «Исхода» читатель встретит такое требование, которое в нашу культуру вошло в виде формулировки «око за око, зуб за зуб». Завет Синайский требует от иудеев, от потомков Иакова, собственно, «чтобы наказание или отмщение было соразмерным». Око за око, зуб за зуб. Современный читатель нередко вовсе не в восторге от этой идеи. Современный читатель считает, что должен существовать кодекс, в нем не должно быть разнообразных каких-то насильных, унизительных, калечащих наказаний и так далее. То есть нельзя опускаться на уровень преступника, если государство судит или накладывает наказание, или общество, государство, понятное дело, в данном случае никого судить, никакого права не имеет и не должно иметь, он только выполняет функцию. Итак, современные читатели, в общем, думают, что «выбили зуб, заплати 3 рубля штрафа», или «оплати лечение», или что-нибудь еще в этом духе. Для Синайского завета прогрессом уже сам принцип соразмерности наказания является, потому что здесь вот, смотрите, Сихем совершил насилие по отношению к одной девушке и готов, ну, как мы бы теперь сказали, загладить свою вину. Он, во-первых, какие-то с ней взаимоотношения построил, и она уже не прочь за него замуж выйти. Он там готов любое вено заплатить, все, что угодно. Ну, вот, пострадала одна девушка. Ну, и гордыня сыновей Иакова. А они вырезали целый город. Они вырезали весь мужской пол, разграбили город, взяли мелкий и крупный скот, жен взяли в плен, разграбили все, что было в городе и в домах. Ну, слушайте, это вообще-то ничего кроме возмущения вызвать не может. Это еще один параллельный рассказ, если хотите, о грехопадении. Вот в начале. Грехопадение. Каин и Авель, потомки Каина. Я убил отрока за царапину и убил того, кто нанес мне рану, говорит Ламех. Вот здесь такой же рассказ о людях, которые абсолютно несоразмерно применяют насилие. Несоразмерно. Они из-за своей гордыни, из-за того, что как они в конце говорят, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? Они из-за этого убили целый город. И это ни в какие ворота не лезет. Это не может считаться нормальным. И именно на этом фоне, на фоне резни, которую устроили Семен и Левий, надо рассматривать заповеди Синайского завета. Око за око, зуб за зуб. И они будут тогда выглядеть чрезвычайным прогрессом, движением вперед по отношению вот к этой главе. Теперь еще один важный момент. Это то, что сыновья Якова поступают вероломно. Ну, хорошо. У них такая какая-то, не знаю, обусловленная темпераментом картина в голове. они одержимы идеей там, значит, чести-бесчестия. Хотя, по-хорошему, в конце концов, кроме Дины и Сихема, почему это должно касаться кого-то еще, если Дина сама не требует отмщения, а она не требует, да? Но, кроме этого, они поступают вероломно. и рассказчик говорит об этом без восторга. И поэтому он предлагает нам увидеть в этой истории, помимо всего прочего, фон, фон для Синайского завета. таким образом сам по себе рассказ помещен здесь, а востребован он будет сильно позже, через много-много страниц. «Иземец ót» «Иземец » «Иземная ия» «Иземец » «Иземец adding» «Иземец » «Иземец